Изучив клиническую ситуацию, вы после введения инсулина не кушали, поэтому самое первое, я думаю, что у вас сейчас гипогликемия и вам нужен теплый чай. Оказать помощь пациенту в условиях стационара в соответствии с его потребностями. Такое задание сегодня выполняли участники компетенции «Медицинский и социальный уход». Все проходило в реальной обстановке. На кровати лежит пациент, которому нужно не только измерить давление и пульс, но и продемонстрировать знания алгоритмов проведения гигиенических процедур, осуществления подкожного, введения инсулина и многое другое. Есть определенные критерии оценки компетенции. Будем определять все. И, во-первых, коммуникативные навыки – это в первую очередь умение общения с пациентом и с родственниками пациента, обучение данной категории граждан, а также то, как они осуществляют медицинский уход. Направление очень важно. В первую очередь нужно научить человека как самому осуществлять уход, если вдруг рядом нет медработника и нет качественной медицинской помощи. Но если человек это сам не может организовать, то должны помочь родственники. И наши участники именно обучают родственников пациентов помогать своим больным. У конкурсантов компетенции «Лечебный массаж» было два этапа. На каждые по 30 минут. Слабовидящие и незрячие специалисты показали уровень подготовки фиксированного набора движений и техники – так называемого классического массажа. А затем работали в свободной форме, где каждый мог проявить индивидуальные навыки. На сегодняшний массаж, на сегодняшний момент, он немножко изменились требования к массажу. Если когда-то, допустим, несколько десятков лет назад, там 20-30, требования были в основном к профессиональным качествам, то сегодня у нас выросли требования. Мы обязаны дать людям сервис. И вот мы особое внимание уделяем сервису во время выполнения процедур медицинских. И особо важное внимание, конечно же, мы уделяем эргономике. Это когда сам непосредственно массажист, естественно, выполняет технику безопасности и выполняет какие-то такие манипуляции в процессе выполнения массажа, когда он сам себя оберегает от чрезмерных нагрузок, то есть он щадит и пациента, и свое здоровье. Чемпионат проходит по 14 направлениям. В их числе также предпринимательство, поварское дело, швея, веб-разработка. Впервые участники соревнуются по компетенциям ремонт обуви, обработка текста и мастер по обработке цифровой информации. На территории Бийска развернули 8 площадок. Находятся они на базе медицинского колледжа, Центра реабилитации слепых. Бийского государственного и промышленно-технологического колледжей, а также в школе-интернате номер 1 и номер 3. Ежегодно мы, благодаря Министерству образования и науки Алтайского края, которое поддерживает этот чемпионат, конечно, мы ежегодно площадки обновляем, покупаем новое оборудование, расходные материалы, то есть делаем все для того, чтобы было комфортно и на современном оборудовании, и на современными условиями участники соревновались, конечно. Учитывая те условия и те требования, которые предъявляют и национальный чемпионат. Ведь у каждого задания есть инфраструктурный лист, по требованиям которого у нас происходит застройка площадки. В общей сложности в этом году в чемпионате приняли участие больше ста человек. Это школьники, студенты и специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья со всего региона. Сильнейшие конкурсанты в дальнейшем примут участие в отборочном этапе всероссийского уровня. Он пройдет в очнодистанционном формате под прицелами онлайн-камер, также на бийских площадках. А уже победители этого этапа отправятся в Москву для участия в национальном чемпионате Обилимпикс. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни.